Доброе утро! И снова добро пожаловать на Зеленую долину. Продолжаем следить за жизнью нашего Василия, который, кстати, времени зря не терял. Вечерком на доске объявлений Вася увидел, что двум местным жителям нужна была помощь по удобрению их полей. И, конечно же, он любезно согласился поработать вместо них, заработав тем самым 20 350 евро. Правда, пришлось немножко своих удобрений прикупить, но в любом случае Вася остался в плюсе. Это самое главное. Заработал денег. Так что нынче наш баланс 28 000 и это прям здорово. Давайте-ка, друзья, посмотрим, что там происходит с нашим полем. Мы засеяли сюда соевые бобы. И тут уже, в принципе, все на последней стадии созревания. Вот-вот это все добро у нас созреет. Что я обнаружил из такого вот удивительного, невероятного? Сюда не требуется известь. Я не знаю, почему я известью это поле не посыпал. Вроде требовалось известь когда-то здесь. И это дело не отключено, потому что есть поля, где это требуется. А вот у нас не требуется. Оно дважды удобрено, вспахано, с полем все хорошо. Что с известью случилось, хрен его знает. Потому что у меня нет даже машины, которая может это делать. Может бабайка какой завелся, а может она и не требовала извести, я что-то путаю. В любом случае мы сейчас ждем, пока это поле созреет, но нам нечем его убирать. Да, у нас есть вот такой вот замечательный комбайн. Жатка у него только для кукурузы подсолнечника. Да, я кстати узнал, что на самом деле хмель надо было убирать силосным комбайном. То есть убирать для хмеля именно вот такого вот дона. Здесь вот хмель снизу нарисован. Поэтому я в общем-то верну потом этот комбайн к исходным значениям. Но я не понимаю, зачем тогда вот в этих жатках прописан хмель. Это нелогично. Это наверное ни одного меня будет выводить в заблуждение. Но в общем-то если силосным собирать, там на выходе будет не сечка, а хмель. Крайней мере мне так сказали, и я пока что это дело не проверял. В любом случае, нам нужно вот к этому вот самому замечательному ротору прикупить новую жатку. Плюс друзья, раз у нас есть деньги, я хочу заменить вот этот 5-кубовый прицеп на ПТС-11, который мы изначально собирались брать, но у нас не хватило на него денег. Я разумеется имею ввиду вот такой вот ПТС. У него емкость 12-200, это в два раза больше, даже больше, чем в два раза больше. Боже, что я несу. Можно выбрать дизайн, ай, ПТС-12 можно сделать. Разницы типа никакой нету, да? Гениально. Выбор колес Белшина, Сармат, разумеется, Белшина будет. Мы же белорусы. И ПТС-11, 500 евро стоит разница. Ни хрена себе я вам скажу. И пускай 11 будет, у нас нету лишних 500 евро. Конечно же можно поставить еще и расширение, сделать его силосным вообще на 21 куб. Но мы этого делать не будем, потому что высота трубы... О да, меня, кстати, любят поправлять не труба, а шнеку комбайна. Боже, да я знаю. Во-первых, на комбайне написано открыть трубу. А во-вторых, блин, шнек он в форме чего? Он, сука, в форме трубы. Так что не парьтесь. То есть я, кстати, не понимаю, как здесь у нас нарощенные борта, и оно не будет высыпаться сзади. Ну да ладно. В любом случае, мы оставляем стандартное все дело. Единственное, я, конечно, хочу его перекрасить. И, конечно же, мы его покрасим в красный цвет. Или в оранжевый. Желтый с красным смотрится. Оранжевый с красным. Давайте покрасим в красный. Во, пойдет. Потому что у нас красный трактор. Трактор будет на нем ездить. Покупаем, в общем-то. 13 тысяч, блин. Как от сердца отрываем. И, конечно же, нужна сжаточка. Возьмем, пожалуй, 7-метровую. Разница в тысячу сейчас особой погоды не сделают. А разница в метр, это значительная разница. Ее, в общем-то, тоже покупаем. И доставлять технику мы, опять-таки, будем на Кразе. Они своим ходом тоже писали в комментариях. Боже, никогда такого не было. Никогда не видел, чтобы перевозили сейлку на тралле. А вас не смутило то, что я руками ее поднимал? Нет? Разумеется, блин, на Кразе быстрее. Чем ехать на вот этом вот тракторе, который 30 км в час еле едет. Он так будет долго ездить, когда будет продавать урожай. Чувак, у которого мы, кстати, Зила одолжили в прошлый раз. Он почему-то испуганно уехал вообще далеко. Бедолага, походу мы его напугали чем-то. Ну и ладно, в общем-то, не наше дело, не наши проблемы. Сейчас же наша задача привести все это барахло к нам на базу. И, кстати, вот этот прицеп на 5 кубов можно, наверное, продать сразу. Какая-никакая копейка да будет. Так вот грузить на тралл его придется с помощью трактора. Ладно, Василий садится в МТЗшку. И давайте цепанем все это дело и подгоним к Кразику, что ли. Да, конечно, самое паршивое то, что придется его, наверное, задним ходом загонять сюда. Давайте-ка залезем в Краз и надо опустить эти платформы. Да, мне сказали, что они называются Лапы. И там еще какое-то очень умное слово было. Которое прям совсем умное, я его не запомнил. Ну и ладно. Давайте как-нибудь попытаемся сейчас заехать. Я с поворотными осями вообще не дружу. Поэтому с первого раза я боюсь, что может и не получится. Такс, я понял. Короче, у меня ничего не получится. И единственным верным решением будет просто взять его и ручками нахрен сюда поднять. О, кстати, мне еще сказали, что можно, когда поднимаешь предмет, на колесико мышки его крутить. Только он, честно говоря, ни хрена не крутится. Обманули. Может быть, более легкие предметы можно. Но вот с этим это не сработало. Ну, вроде как погрузили, все нормально. Даже более-менее ровно получилось. Так что закрываем лапки. И погнали в магазин забирать наше барахлишко новое. И снова здрасте. Глушенкрас. Блин, а я вот боюсь, что вот это наше новое барахло может на этот прицеп тупо не влезть. Или может поперек его как-то поставить. Или может быть жатку просто как-то в прицеп загрузить потом попытаться. Хрен его знает. В любом случае, в первую очередь, надо, конечно же, снять вот эту вот шайтан-машину. Пускай пока стоит здесь. И да, давайте, наверное, мы попробуем это все просто погрузить. Сначала прицеп, а потом жатку. Может быть, даже придется закинуть ее в прицеп. Так, жатка вроде стоит. Точнее, прицеп вроде стоит. Жатка 7-метровая. Ее надо как-то вдоль положить. На самом деле, можно, кстати, вон жатку положить. По центру ровненько. А сверху нее прицеп. Скажем так, по колее. Давайте-ка попробуем. Эту хрень тогда снимаем. А жатку надо как-то мудриться положить ровно. Так, 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 стоять. Что-то прицеп поднимается. Я, конечно, понимаю, что у Васи очень сильный. Блин, жатка падла очень длинная. 7 метров так просто сюда не загрузить. Ладно, давайте ее реально попробуем закинуть вот в прицеп вот так вот. Как она ляжет туда. Но не то, чтобы прям так, как хотелось бы. Тихо, тихо, тихо. Блин, новые вещи, а мы их уже бьем. Вот давай вот так вот, и чтоб она перевесила. Почему она не перевешивает? Во! Вот так вот я хотел сделать. И теперь всю эту конструкцию надо закинуть на прицеп. В смысле, на трал. Как-то так. Вроде похоже на правду. Блин, высоко такая хреновина стала. Ладно, отгоняем краза, потому что нам нужно будет сюда поставить прицеп, который мы будем продавать. На нем, конечно, обратно быстро не поедешь. Боюсь, шататься будет сильно. Как раз у нас, кстати, с креплением задним кто-нибудь знает. Сейчас мы это проверим. Потому что фаркоп какой-то есть, а спанется ли прицепчик. О, спанулся. Все прекрасно. Сейчас мы его поставим тогда. Такс, и надо все это дело продать. Стоимость полторы тысячи евро. Продать, да? Брали мы его, если мне память не изменяет, за две пятьсот. Тысячу потеряли. Ну и бог с ней. Садимся тогда обратно в краз, цепляем трал и поехали домой. О, вроде добрались. Почти без приключений. Тут трохи под конец съехал прицепчик. Можно, в общем-то, все это дело выгружать. Сначала жатку. Полетела родная. И прицеп. Во! Шкардос. Погнали, короче. Трактор цепанем. Прицеп к трактору и потом комбайн. Подвезем, цепанем жатку. И, в принципе, можно уже и на поле их вывозить. Потому что им там работать скоро придется. О, нормалды. Пускай стоит здесь. Погнали за комбайном. Еще ж, блин, да. Надо придумать место, где хранить эту жатку. Она нам вряд ли прямо скоро понадобится. Мне почему-то кажется, что именно вот здесь ей самое место. Пускай валяется тут. Если что, мы будем знать, где она лежит. А цепляем пока топ. И пускай пока что стоит здесь. А мы же с вами тогда ждем, пока созреет наш урожай. У нас все готово для его уборки. Пойдем пока соберем команду и научим их, что делать и как. Ну и что ж, друзья. Урожай созрел. Провели мы инструктаж по технике безопасности для наших рабочих. Провели инструктаж, как пользоваться этой самой техникой. Они тут потренировались, покатались. И все, в общем-то, в порядке. Тут ожидаемый урожай 25 кубов у нас написано. Собственно, посмотрим, когда закончат уборку. В общем-то, отправляем работать. Кто у нас тут? Вот Валерка какой-то поедет в поле это самое убирать на комбайне. Я надеюсь, у него хорошо получится. И он не будет пропускать миллион рядов. Ну, вроде нормально идет. Ну, а в пару к нему, конечно же, поедет работать какая-то вон Клаша поехала. Или Галя, я не знаю, честно говоря. Я в них не очень хорошо разбираюсь. Не успел я еще познакомиться с нашими работниками. И солнце мое куда-то поехало. А, она поехала съездить сначала на базу. Ну и бог с ним. В общем-то, эти ребята пошли работать. И это хорошо. Вот сейчас пишет, что нужна известь. Может быть, на созревший урожай так не пишет? Хотя у нас он был не созревший, только засеянный, когда мы смотрели. Странно, конечно, это все. Ну ладно. А работники-то хитрожопые у нас оказались. Только все доделали и сразу же смылись. Ну ладно. В общем-то, что нам надо сделать? Нам нужно... Нам нужно залезть в комбайн. Открыть трубу. Или шнек. Потому что у некоторых бомбит почему-то из-за этого названия. Ну блин, ну труба же. Чем... Вот чем не труба? Вполне себе труба. И в общем-то, надо сесть в трактор и... Забрать. Разгрузить комбайн. Остатки. Ну что ж, примерно 5 кубов и получилось. И в принципе это неплохо. Поехали разгрузим все это дело. В общем-то, 29, почти 30 кубов мы собрали. Это очень неплохой результат. Ценник сейчас, увы, очень низкий. Или он падает. На самом деле, я бы не торопился все это дело продавать. Правда, у нас есть другая проблема. У нас нету ни хрена семян и нету удобрений. Их надо за какие-то шиши купить. В принципе, 3000 это должно хватить на один поддон и того, и другого. Потому что семена у нас стоят 900, а удобрения 1900. Есть еще такой момент, что у нас в тракторе заканчивается топливо. Его неплохо было бы заправить. Заправка у нас далековато. Так, ладно, давайте сначала поставим прицеп. Сейчас будем думать, что будем делать. Во, нормально. В общем-то, как вариант, можно погрузить на трал трактор. Съездить на трале, забрать семена и удобрения в поддонах. И заодно заехать на заправку на трале. И заправить там трактор. Давайте так и сделаем, почему бы и нет. Вообще, надо будет одно из первых предприятий, которые будем покупать. Это будет переработка, выработка топлива именно свое, чтобы было. Такс, вылазим отсюда и давайте-ка опять-таки опускаем лапки и загоняем трактор. Все, трактор можно, собственно, глушить. И давайте закажем один поддон с семенами и один поддон с удобрениями. 484 евро на заправку трактора. Хватит вообще с лихвой. Все это дело мы поднимаем и погнали. Начнем мы, друзья, именно с заправочных процедур. Давайте как-нибудь, я не знаю, подгоним все это дело ближе к заправке. И я надеюсь, что можно будет не спускать трактор страла и он отсюда сможет заправиться. Шлангов хватит. Да, хватает, отлично заправляется и все прекрасно. 114 евро у нас ушло на это дело. Хорошо, погнали тогда в магазин и заберем оттуда еще и наши семена с удобрениями. Да, тормоза очень плохие, ничего страшного. В общем-то, давайте-ка поддоны закинем вот сюда. Да твою мать, что ты падаешь? Во, нормально, пойдет. Садимся теперь в наш кразик и давайте-ка все это ремнями дело присобачим, чтобы трактор тоже хорошо был, хорошо себя чувствовал и хорошо держался. Едем на базу, собственно, встретимся уже там. Прибываем и давайте-ка тоже опустим сразу же лапки. Лапки, прикольное название. Ай, надо же этот самый. Ремни-то тоже отстегнуть. Так что поддоны снимаем. Блин, а удобрить поле-то тоже нихрена нету денег. Ладно, мы сделаем по-другому. Да твою мать, что ты падаешь? Все, туда лети. У нас, короче, осталось в сейлке, точнее в удобрялке, 942 литра удобрений, по-моему. Этого чуть-чуть не хватит на все поле. Мы его, в общем-то, сначала засеем с удобрялкой. Это будет один этап удобрений. А потом, когда немножко взойдет урожай, мы его второй раз удобрим и с сейлки высыпем удобрения, которые остатки, и загрузим их в удобрялку. В общем-то, и там хватит тогда. Давай-ка садимся. Запрыгиваем прям, я бы сказал, в трактор. И сейчас надо это поле прокультивировать. В общем-то, Васька отправляем работать к Жору какого-то. А мы сами же уберем пока комбайн с поля, а то он будет мешать культивации. А тут, кстати, топлива еще вообще по ряде хватает. И это прекрасно. Так, а сюда пока комбайн парковать, наверное, не стоит, потому что сейлка нам понадобится. Причем довольно скоро. Ладно, давайте-ка перегородим тогда вот этот въезд. Мы им все равно не пользуемся почти. Во. И временно поставим комбайн сюда. В общем-то, друзья, у меня еще созрел для вас один вопросик. Как вам больше нравится? Чтобы было с худами, как было в этой серии? Или чтобы они были выключены, как я делал это преимущественно в прошлой серии? Опять-таки, как обычно, опросик в правом верхнем углу сейчас такая тыдыщ, короче, появится голосовалочка. И от этого, в общем-то, зависит, как в дальнейшем я буду делать. Буду ли я их выключать постоянно или же весь этот интерфейс останется. Я говорю про спидометр, про карту и так далее. Вот про этот интерфейс, который во второй серии был почти всегда выключен. А в этой все время включен. И напишите еще, пожалуйста, друзья, в комментариях, как вы относитесь к тому, чтобы Василий работал на контрактах. Чтобы он убирал чужие поля и зарабатывал на этом, соответственно, денюжки. Ну, а мы по всему этому поводу, разумеется, проводили бы тогда стримы. Пока не знаю, когда, но, скорее всего, даже в среди недели они будут. Если будут. То есть, ну, точно так же, как и по свапе у нас идет. Все самое интересное остается в сериях, а на стримах такие поболтушечки, контракты, в общем-то, фарминг и гринд. Типа того. На этом, друзья, эту серию, наверное, она очень короткая получилась. Я буду заканчивать. Поле опять засеется бобами. И в следующий раз мы продадим двойной урожай, когда будет немножко повыше цена. Если у нас 30 кубов получилось после первого урожая, сейчас на поле нужна известь, поэтому урожая будет чуть поменьше. Но я думаю, на 50 кубов можно вполне себе рассчитывать. Можно будет все это продать, например, по 1600. Ну и, соответственно, заработать на этом больше 80 тысяч. А 80 тысяч это неплохие деньги. Возможно, прикупим что-нибудь из техники и начнем потиху выплачивать кредит. Может быть, зелка выкупим, которого в прошлой серии мы одалживали. Может быть, еще что-нибудь. В общем-то, пишите, что нам нужно на ферму в первую очередь. На этом, друзья, я буду с вами прощаться. Не пожалейте, пожалуйста, лайка. Я знаю, вам не сложно, мне приятно. Пишите свои комментарии. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. У нас интересное прохождение. Чтобы не пропускать стримы, вступайте в группу ВКонтакте или подключайтесь к нашему серверу в Дискорде. Там всегда есть уведомления. Ютуб, сами знаете, иногда тупит по этому поводу. Ну и, в общем-то, всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилой. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»